всем привет хочу хочу поделиться с вами данную прогулка по магазину хочу поделиться с вами какие я выбрал сварочные аппараты до 10 тысяч рублей итак поехали под давайте посмотрим на мой список который я вот я набрал до до 10 тысяч рублей и выбрал из всех мне предложенных аппаратов какие бы я аппараты купил каких аппаратах я уверен что там есть амперы заявленные короче да какие аппараты будут более-менее надежные какие аппараты можно брать на шабашить короче да там работать ними то есть вы поняли да то есть мой выбор выбор сварщика сварочных аппаратах итак поехали смотрим первый аппарат это или течь а из 180 д почему этот аппарат ну быстренько расскажу то что их там много ну первое что мне в нем понравилось это то что он работает от 110 вольт напряжение и до 275 вольт у него то есть он не боится скачков напряжение что мне и нужно понимаете то что он там работает от малых вольт это как бы мне не особо я еще не попадалось такой просаженной сети короче конкретной ну 190 попадалось но это аппараты все работали короче вот а вот что где скачки напряжения вот у меня уже сгорел аппарат один так и вообще много аппаратов на работе горят именно из-за вот этих вот скачков напряжения а вылететь как видно смотрите вот здесь сбоку даже написано 275 вольт он выдерживает то есть любой скачок напряжения он не сгорит этот аппарат поэтому я его выбрал ну металлический корпус соответственно так дальше смотрим амперы я уже не говорю что там мне хватает 160 ампер если там будет 180 я не обижусь короче или 200 допустим если там больше уже ну куда это уже слишком короче вот ну смотрю вот опять же этот аппарат почему я его выбрал до поставил в избранное потому что он весь металлических у него корпус вот и вроде бы как они выдают все свои амперы тоже до чем-то он мне напоминает короче или течь тоже вот это крутилка их не в табло вот это все разметка короче на табло полностью все одинаково где-то по моему на одном заводе штампуется поэтому мне эти аппараты тоже как бы присмотрелись ну и на вид они тоже так ничего вроде бы его немножко доработать то есть ручку поставить ножки поставить резиновые и он отлично аппарат будет поехали дальше так этот или течь да ну написано профессионал я думаю что этот или течь не боится работ короче работ не боится то есть вот он красный покрашены покрасили его красный цвет да то есть это говорит о том что если он от работы покраснеет чтоб не было видно то есть считаю что это выдержанный аппарат хотя мне не нравится у него вот это пластмасса передняя также это пластмасса найдет как ножки это мне не нравится но я обычно на такие вещи внизу подклею резину и все отлично получается вот поэтому этот аппарат я выбрал тоже считаю что он хороший ручка есть все есть короче классно смотрится кельнер кельнер где-то короче я по моему я где-то читал и то ли ульяновских производит ну как производит вот это вот бренд вот этот вот типа немецкий да а на самом деле деле где-то в ульяновский короче штампуют вот ну опять же выбрал потому что корпус металлический ручку можно поставить ножки можно поставить вот и считаю что он выдаст все свои амперы хотя ни разу их не встречал эти сварочные аппараты кельн вот старт короче старт что-то мнение эти аппарат если честно не очень они такие по внутренностям короче эти аппараты они они короче черни открывает а нет продажи уже видите старт я те которые нет продажи сразу беру удаляю здесь и старт он мне знаете там у него внутренности не очень если честно так он выдает свои амперы все но там сама сборка как-то сделано не очень то есть на охлаждение деталей да на все вот это вот что пыль там где не собиралась короче вот как-то у него все это не очень хорошо сделано ну фубок конечно само собой этот фубок хороший серии айкью короче но он такой работать не можно также видите металлический корпус ножки и ручка все это можно поставить хороший аппарат тоже такой неплохой короче почему-то считаю что союз тоже сварочный аппарат хороший не знаю почему но вот почему-то считаю так может я ошибаюсь я эти аппараты не знаю вот у меня что-то присмотрелся вот вестер вот этот понравился тоже внешне понравился что такое нет продажи и в стороне продажи то что такое вот вот этот оранжевенький видите он так внешне мне понравился ну его нет продажи удаляем значит вот этот фубок чем мне нравится тем что у него есть функция врд бывает часто работаешь там или дождь прошел перчатки намокли там железо потаскал они мокрые стали краги и током бывает пробивает короче нет когда при смене электрода при смене электрода током пробивает а вот функции врд нормально все короче поэтому я этот аппарат тоже выбрал вот или течь короче мне напомню напомнил вот этот или течь у него цена смотрите 8000 8000 короче но я думаю что и в нем чувствую 100 из 160 написано она крутилки почему-то 150 написано или может так кажется ну вот я считаю что этот аппарат хороший будет ну я плане надежный имею ввиду да у него корпус такой вот вроде бы и пластмассовый но видно пластмасса такая мощная то есть видно по пластмассе что она такая мощная ее будет сложно разбить короче я думаю что этот аппарат надежный вот этот именно или течь этот вообще красавчик вот был бы такой чтобы поменьше ампер ну и таких что-то я не встречал тут поменьше есть только 220 ну вот он тоже работает от 110 до 275 вольт то есть или течь вообще фирма мне нравится классные они делают сварочные аппараты них между прочим стараются это уже у нас в россии этот бренд они где-то их там перебирают китайщину закупают перебирают и делают их чтобы они выдавали все свои амперы чтобы они работали от пониженного от повышенного напряжения то есть хорошие аппараты вы знаете это чисто такая рабочая лошадка короче и по цене нормально и по сварке нормально все аврора тоже самое аврора тоже самое качество качество сварки качество сборки выдает все свои амперы поэтому почему бы и не взять такой аппаратик аккуратный маленький удобный металлический цена нормальная ножки резиновые поставить ручку поставить и вообще замечательно все будет мне этот аппарат нравится я бы его купил и шабашил бы ним день и ночь фубоги новые тоже вот эти вот красавцы такие черно так быстренько глаза бросилась это то что вот эти вот у него сверху такой козырек торчит и снизу тоже видите типа козырька это очень хорошо сделано очень грамотно короче вот эти козырьки при работе если упала что-то или где-то это грамотно собран аппарат вообще решетка такая что мало туда что попадет короче грамотно аппарат собран видите какая решетка у него дисплей хороший все классно вообще классный аппарат кнопка темная как я люблю я всегда покупаю сварочные аппараты чтобы там кнопка была темная вот такая чтоб не с фонариком стараюсь покупать всякие попадаются но стараюсь выбирать чтобы кнопка была вот такая без фонарика темная на 30 ампер короче это говорит о том что аппарат выдает все свои амперы когда так но не всегда это так потому что сейчас они уже это поняли начали вставлять на плаве на дешевые аппараты такие кнопки начали ставить ну патриот я считаю что это хороший аппарат тоже вот такой маленький аккуратный аппаратик мне нравится цена нормальная вот эти патриоты вообще я думаю короче вообще классные думаю то есть как сказать рабочая лошадка вот эти патриоты это рабочая лошадка выдает сто процентов все своим первых опять же смотрите вот написано 210 до название аппарата патриот 210 dc на спидометре у него блять 180 показывает понимаете 180 короче а название 210 для чего они так делают непонятно но аппарат вообще смотрите какие ножки у него стоят резиновые большие плохо что ручки нет на ручку можно поставить и этому аппарату будут цены не будет то есть он это рабочая лошадка короче видите какой спидометр у него 180 тоже кнопка темная на хороших аппаратах всегда ставят кнопку такую мощную те которые аппараты мощные на него нельзя слабую кнопку ставить она сгорит вот этот аппарат тоже вообще вот меня чисто его вид для нравится не знаю вообще такой симпатяга короче удобная так все удобно регулировки всякие там какие-то стоят два включателя не знаю что за включатели но аппарат так вот внешне вообще смотрится классно и думаю всем первым выдает потому что у него цена приличная и ножки резиновые стоят вот этот патриот не чуток вроде бы на вид но и цена вроде бы не чуток тоже можно брать ножки пластмассовые туда надо резину клеить короче вырезали кусочки резины так наклеили на вниз на пластмассы и у него уже меньше вибрации будет и не будет пластмасса это стираться понятно да вот внизу самой на ножки у цены не знаю я всегда так делаю то есть настройки здесь форсаж дуги это в принципе просто для стоит крутилка для для красоты как бы ну как она-то функционирует просто ее сразу на полную мощность надо ставить и работать ну тут видите есть легкий поджиг дуги короче лифтик короче на аргоновую сварку то есть это что о чем говорит но до коснулись до железа вольфрамовым электродом оторвали и дуга зажглась а на обычных сварочных аппаратах ты черкашом ее поджигаешь до чирканьем поджигаешь дугу ну на аргоновой сварки а где есть вот такая вот кнопка и написано лифтик это называется легкий поджиг то есть до коснулся оторвал и дуга загорелась короче то есть так экономится электрод вольфрамовый и вообще удобнее работать это для аргончиков я не аргончик мне вообще аргоновая сварка не нравится слишком капризная короче и меня полуавтомат больше нравится чем аргон так зубр зубр вообще такой на вид махина такая мощная весь металлический ручка стоит мощная ножки такие мощные резиновые я такой аппарат купил бы конечно я его и выбрал и решетки грамотно сделаны но чем-то он мне напоминает внизу внизу вот эти вот решеточки сделаны да где плюс и минус чем-то напоминает на редверх короче мне кажется это все в одном заводе штампуется и кнопка у него тоже белая такая же как на редверх не знаю а редверх мне что-то не нравится я ними так и не поварил нифига не попробовал вот это как купил себе поломанный так и не буду его ремонтировать не а да точно редверх смотрите даже внутренности короче все полностью совпадают как вот редверх вот этот rd 160 мм ай понятно да то есть вот этот зубр это тот же самый редверх абсолютно все одно и то же даже даже сплаты вот идут которые эти на байонеты вот это вот кабель идет на байонеты вот на минус и также плюс к плате сделан абсолютно все одинаковое как на редверх понятно у меня точно такой вот стоит и также два вентилятора и такие же то это все абсолютно одно и то же понятно редверх и зубр одно и то же офигеть не знал вот видите сейчас наткнулся одно и то же вот у меня плата стоит час поломана вот это вы помните который я на новый год купил все одно и то же все абсолютно до капельки только редверх 5000 стоит а этот почему-то стоит смотрите вот он так выглядит я смотрю что-то и кнопка одинаковая и решетка передняя что-то напоминает его он и внутри полностью и вот это же я искал вот эту вот байонету которая его прикручивается к плате такую сейчас нигде не купишь понятно все то есть ребята короче зубр отпадает знаете почему смотрите сколько сколько он стоит девять с половиной тысяч у него и ручка такая же как на редверх девять с половиной тысяч зубр стоит а редверх сколько стоит а редверх 5000 стоит нас с такой же на 160 ампер удаляем короче зубр а вообще отпадает так кстати вот сибиртех тоже такой дешевенький аппаратик железненький не знаю правда выдает он амперы свои или нет но что-то он мне так понравился сибиртех вот этот аппарат я знаю калибр пацаны работали с таким аппаратом варили короче этот самый ангар мы большой большой ангар варили там для завода таблетки там какие-то изготавливают короче фармацептический там завод какой-то блин вот мы там строили и мангар большой-большой под склад короче этих таблеток и вот пацаны там варили вот такими вот аппаратами у них их два было и свободно у нас там и сеть просажена была короче они работали просто как в нем нету 205 ампер но вот электродом тройкой он варил где-то вот у него сейчас скажу если взять по крутилке вот где четверка нарисована четверка диаметр с просаженной сетью он он варил на тройкой с просаженной сетью вот где четверка диаметр нарисованный на спидометре вот он вот так он варил тройкой на просаженной сети короче поэтому вот этот аппарат списывать не надо он хороший аппарат и дешевый ну как дешевый не особо дорогой 5000 да но он это самое он этих денег стоит поэтому я его сюда добавил ну все в принципе конец видео это я вам так вот показал небольшой свой список мой выбор короче сварочных аппаратов как каких бы я купил до десяти тысяч рублей все конец видео подписывайтесь на канал ставьте лайки будет еще много интересного